Субтитры создавал DimaTorzok Уже бывший помощник президента опять рассуждает о расстановке сил в мире Но теперь России угрожает необратимая дестабилизация, считает Сурков Почему? Ну, все дело во втором законе термодинамики Энтропия, меры хаотической составляющей системы в замкнутой системе возрастает Что бы то ни имел в виду Владислав Сурков Но вот либеральные эксперименты опасны, выпускать пар нельзя Будут неконтролируемые выбросы гражданского раздражения И та самая дестабилизация, о которой он писал выше Ну, это я все его пересказываю Вывод в конце статьи однозначный Россия, по-видимому, как государство, эффективно сдерживающая хаос, будет расширяться Ну, потому что физика, считает Сурков Так что же имел в виду бывший помощник президента И насколько серьезно стоит относиться к его рассуждениям Узнаем у Станислава Белковского, который присоединяется к нам в эфире Здравствуйте Добрый вечер Так насколько серьезно нужно относиться к высказываниям, подобным Владиславу Суркову И что он вообще имел в виду? Владислав Юрьевич Сурков, публикуя статью на своем собственном сайте Актуальные комментарии, всегда обращается к одному единственному адресату Владимиру Владимировичу Путину То есть все творчество Суркова – это его переписка с формально неприсутствующим здесь российским президентом Вкратце, в переводе с Сурковского на русский этот текст означает следующее Первое – в России построена обалденно хорошая политическая система И в этом большая заслуга моя, Владислав Юрьевич Сурков Золотой век – это не только все время Путина, но особенно мой период, мой сурковский период Когда я курировал внутреннюю политику с 2000 по 2011 годы Вместе с тем, несмотря на незыблемость власти в стране, много негативных энергий И протестных энергий И те советчики, которые считают, что эти энергии нужно легализовать внутри страны Через всякие клапаны, политические проекты, заигрывания с недовольными, неправы Эти все энергии нужно направить вовне страны В первую очередь на запредельное государство, которое надо дестабилизировать И присоединить к России дополнительные территории тем самым Так отчасти делалось на юго-востоке Украины Когда еще 7 лет назад многие вполне недовольные режимом Владимира Путина Люди воинственные, агрессивные, энергичные Поехали на Донбасс умирать фактически за этот нелюбимый имя режим А те, кто вернулся, не погиб Полностью были отключены от общественно-политической жизни страны И лишены QR-кода для доступа к ней Вот так и предлагает действовать Владислав Юрьевич При этом он ясно дает понять, что есть человек, который в состоянии возглавить этот мегапроект Расширения России за счет российских же недовольных Это он сам И здесь его уникальный опыт работы с отдельными районами Донецкой и Луганской областей В скобках самопроизглашенными ДНР и ЛНР Может и должен быть учтен и востребован Ну вот особенно интересно читать эту статью на фоне нашей предыдущей темы Которую мы обсуждали Вот это обсуждение повсеместного возможного вторжения России на территорию Украины Именно украинским направлением занимался Сурков Когда работал в администрации Насколько то, что он пишет, согласуется с его главным читателем, как вы говорите, Владимиром Путиным? Заведомо это неизвестно Иначе Вячеслав Юрьевич не писал ничего Все, что можно донести Владимиру Владимировичу Путину в личных беседах Не требует публичных комментариев Не требует публикации Тем более Вячеслав Юрьевич Сурков не занимался Украиной Он занимался именно отдельными районами Донецкой и Луганской областей И вообще непризнанными республиками То есть точками конфликта и конфликтов И сопредельными государствами и той буферной зоной Которую Кремль выстраивает вокруг России С целью обороны сложившейся при Владимире Путине государственности А зачем вообще нужны ему эти статьи? Он так пытается, я не знаю, обратить на себя внимание Насколько мы знаем, в прошлом году Сурков оставил госслужбу Зачем ему нужно такое творчество философское? Вячеслав Юрьевич Сурков человек весьма амбициозный И его неуправляемые амбиции, естественно, не соответствуют уже сегодняшним представлениям Кремля О том, каким должен быть путинский функционер И Вячеслав Юрьевич Сурков понимает, что внутри системы, здесь в России Вернуться на позиции, сопоставимые с теми, что он занимал в первом десятилетии 21 века Не удастся, невозможно, пока Владимир Путин остается президентом А система развивается в тех же направлениях, что и сейчас Поэтому он нашел себе новое поприще Это управление конфликтами на границах России И хочет его занять О чем, в общем, достаточно недвусмысленно сообщается в этой статье Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе Но Дождь это намного больше, чем наш Ютьюб-канал У нас есть огромное количество контента Под подпиской на нашем сайте Открывайте для всех новости Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку Это дает нам возможность в прямом эфире Абсолютно бесплатно и для всех Транслировать новости И рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами Так дайте нам эту возможность Подпишитесь на Дождь tvrain.ru Слэш подписка И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать О происходящем во всем мире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!